в эфире у ю радио у ю радио это радио предпринимателей для предпринимателей причем я под предпринимателями подразумеваю людей предприимчивых дел деятельных это те смыслы которые мы с тобой давно уже нашли как общие предпринимателям я отношу и дирижеров режиссеров создателей великих полотен и поскольку мы сейчас даже находимся в пространстве для гениев я по-прежнему продолжаю следовать насколько на метод импровизации позволяет создать инфраструктуру в которой гениальные команды гениальные люди могут находить себя радио вернувшись к нему это медийный ресурс который не привязан никакой конкретной локации гости студии у нас со всего мира и несмотря на то что на август мы очень осторожно поставили бета-версию что мы отрабатываем еще формат у нас уже родилось два интересных подкаста в одном из них сегодня предлагаете принять часть первый подкаст у нас называется о любви и книгах сегодня не о нем хотя там мы говорим и о страсти и о том что читать как читать то есть тема которая тебе очень близка но тот подкаст мы ведем вдвоем с моим партнером которого сейчас нету в стране поэтому о нем будет позже заодно вот открывая двери для второго эфира с тобой а сегодня подкаст который называется the hard thing about hard things понимаешь да то есть тут перевод особо не нужен правда в русском издании манова но фербер издали ее как легко не будет эту книгу когда-то книга бена хоровица или хоровиц как его говорят потрясающий предприниматель инвестор адвайзер евангелист и так дальше и он написал эту замечательную книгу если ты не читал рекомендую я уже записываю себя рекомендую вот мы взяли в честь этой книги и того как автор обошелся с информацией о том как бы силу как он был силу да как он был предпринимателем и как с этим в общем он очень откровенно и довольно плотно дал материал основываясь непосредственно на своем профессиональном жизненном пути я такие книги очень ценю потому что это не столько биография сколько ну реальный учебник туда ближе до к учебнику и при том что он написан довольно повторю плотно по тексту каждая глава содержит тонны серьезного материала она в конце оставляет очень приятное ощущение это что называется the hard thing about hard things тяжести ты в конце не чувствуешь поэтому когда я создавал этот подкаст я задал себе вопрос я же хочу оставаясь предпринимателем и общаясь с другими предпринимателями обратить внимание на очень интересную историю нас что-то всегда каждого видимо свое побуждает делать следующий шаг как бы нам не было hard и для меня ответ найден был в слове страсть вот этот вот эту страсть я нахожу в каждом самом следующем дне как бы не было агрессивно вокруг среда или что там не получается или запланированное не сбывается хотя мы оба знаем что запланированное быстро не сбывается это нормально и мне бы хотелось приглашать в студию и дальше людей которые тоже со страстью дружат которые действуют не вопреки а благодаря и возможно мы сегодня поищем вокруг этого смысла хотя думаю что ты много раз об этом писала говорил прошу еще раз до рассмотреть итак у нас сегодня армен петросян мой хороший друг и писающий вдохновитель многих многих людей хотя сам остается человеком весьма скромным и вот образ который я с арменом складывать для себя это бегущий по лесу человек восхищенно смотрящий на зимние ели это вот то что у меня с тобой ассоциируется это особенно это восхищенный взгляд он там очень-очень важен те кто бегут по зимнему лесу какой там 30 градусный мороз думаю поймет в целом какой среде армен воспитывает свой характер но речь не о том чтобы кого-то восхвалять речь о том что агрессивная среда вокруг каждого из нас просто как мы с этим обходимся как ты с этим обходишься армен я начал с того что я перестал воспринимать среду как агрессивную так вот я вот с этого начал потому что ну признаюсь мне сейчас грех жаловаться я перестал видеть трудности я наверное единственным чем могу похвастаться что я научился воспринимать не превращать а воспринимать трудности как возможности потому что опираться можно только на то что сопротивляется и поскольку сейчас среда окружающая здорово сопротивляется и вообще она сопротивляется когда ты начинаешь проявлять свои намерения, то, если очень коротко, то я нормально справляюсь, только потому, что всё начинается в голове, все наши трудности восприятия, они исходят из головы. Это моя точка зрения, я не говорю, что это истинно последней инстанции. Но вот если говорить... Я вообще прослушав у тебя про идею передачи, я понял, что, чтобы не плодить сущности, я сейчас исхожу всегда из простого принципа «знать — значит уметь». Поэтому если рассказываешь о каких-то Знаниях, стараюсь говорить, объяснять через последовательность действий, которые я совершаю, чтобы слушатель мог не просто какие-то умозрительные конструкции прослушивать, сравнивать, решать, правильно или неправильно, а попытаться в простой форме повторить, совершить некий опыт и уже по его результатам сложить какое-то мнение. И в большей степени я думаю, что... Я буду откровенен, мне не столь важно, какая часть аудитории сейчас у нас слушающих со мной согласится или нет. Для меня гораздо важнее, поскольку мы сейчас, по сути, инвестируем своё время, своё внимание в нашу беседу, кроме того, что мне просто приятно всегда с тобой общаться. Но поскольку мы это делаем публично, учитывая, что есть некая аудитория, которая нас слушает, то мне гораздо интереснее сейчас испытать себя, насколько я могу быть полезен тем людям, которые сейчас слушают, и полезен им не собственным опытом, потому что нет ничего такого уникального у меня, что каждый из слушателей хотя бы один раз в жизни не пережил. Важнее попытаться вдохновить человека, а, задуматься, б, попытаться что-то предпринять, и третье — это обязательно затем поделиться собственным опытом, потому что я всегда повторяю, что делиться смыслами выгодно. И вот если слушатели потом напишут тебе комментарии, письмо, сообщения, которым поделятся собственным опытом, который произошёл в результате того, что они послушают нашу беседу, вот я буду считать, что вот это и есть результат нашего с тобой совместных усилий. Вот. Ты куда-то пропадаешь, меня слышно, да? Нет-нет, всё слышно, да. Вот, и поэтому, возвращаясь к вопросу, я легко справляюсь со средой, не потому что она не агрессивная, не потому что она не сопротивляется, я просто изначально поменял в голове фильтр, и воспринимаю всё, что не совпадает с моими ожиданиями, как вызов, как испытание, как возможность отточить собственное мастерство жизни и вообще как трамплин. Я всем рекомендую именно так, и это самая простейшая письменная практика, сесть, выписать все препятствия, сложности, неудачи, которые вам кажутся, что это неудачи. И потом я более чем уверен, что при помощи несложных мыслительных умозаключений вы обнаружите, что в любом препятствии скрыты огромные возможности. В любой вашей прошлой неудаче, если поковыряться, вы обнаружите, что всё это, в принципе, было к лучшему. И вот я вот исповедую такой подход, и он меня избавил от понимания агрессивной среды. Я знаю, что про письменные практики у тебя там огромные прям тонны информации уже на портале «Жить интересно». Кроме того, есть специалисты, которые занимаются этим углублённой, ты о них рассказывал в эфире, там прекрасная женщина есть. Сейчас вот это упражнение, сколько времени выполняется, сколько листов бумаги приготовить, чем писать ручкой-карандашом, потому что прямо сегодня могут люди сделать. Я бы посоветовал самое простое, поскольку я знаю, что все люди заняты. Самый мастеровитый прокрастинатор, он всё равно человек занятой. Поэтому я как бы реалист, поэтому я понимаю, что если я скажу, что надо в день заниматься час, это будет нереально. Я всем предлагаю 5-10 минут, каждое утро найти 5-10 минут и начинать день с того, чтобы просто по памяти записывать цели, которые вы перед собой ставите. всё это. Это самое простейшее, но я считаю, самое ключевое упражнение, которое настраивает день на активность. Любое. Кто может писать на бумаге, пишите на бумаге. Кому неудобно, и вы, кто разучился, уже писать ручкой, открываете текстовый файл, заметку, и начинаете по памяти. Я это делаю много лет, я считаю, это самое полезное упражнение, потому что рассказывать про агрессивную среду, это всё здорово, но я больше, чем уверен, что по опыту знаю, что 8 из 10 человек, которых сейчас нас слушают, если их припереть к стенке, как я называю, они просто даже не смогут сформулировать, какие у них цели. Они всё это знают, помнят, но они так загружены суетой и рутиной, что это так распадается. Поэтому это такое упражнение, называя прицеливанием, потому что тот, кто когда-нибудь стрелял в тире и соотносил время, которое тратится на прицеливание и на нажатие курка, все понимают, что надо больше времени уделять размышлению о целях. Поэтому 5 минут, пишите первое, цель, я не знаю, начать бегать, второе, выучить английский, третье, поменять квартиру, я не знаю, кто что напишет, но если вы это будете делать хотя бы в течение месяца, и просто это записывать, не старайтесь запоминать, не старайтесь, выписывая каждый день, вспоминать, что вы писали в прошлый день. Просто попытайтесь хотя бы за месяц сохранить эти записи, и это так как детская игра в испорченный телефон. Вы заметите, что даже за неделю этот список кардинально поменяется. То, что вам кажется актуальным сейчас, может вообще исчезнуть либо кардинально измениться без всяких ваших усилий. Вы еще ничего не начали делать, вы всего лишь начали больше думать о том, чего вы хотите. Это уже приведет к изменениям. Вот это первое упражнение. А для тех, кто считает, что они неудачники, а я, например, считаю, что я вообще чемпион в своей возрастной категории среди неудачников, потому что я на спор, уже выиграл достаточно много. Но я только один раз проиграл деньги, там, 100 долларов, потому что действительно какой-то чувак доказал один, что ему действительно больше чем мне не повезло. я могу очень убедительно находить аргументы, почему я неудачник, потому что у меня есть опыт. Поэтому я призываю всех, просто сядьте и напишите пять причин, почему вы считаете, что вам не везет. А потом попытайтесь столько же найти причин, почему вам повезло, или почему вы считаете, за что вы можете благодарить судьбу. я не то что уверен, я знаю, что у каждого в жизни, даже если поковыряться в тех моментах, которые он считает неудачными, и рассмотреть это во все линии его жизни, в последствиях, которые привели вот эти вот моменты, всегда можно найти положительную сторону. Это можно за три минуты, за пять минут сделать. Это не какие-то глубокомыслные терапевтические практики, я небольшой специалист в этом. Я исхожу из того, что инструмент должен быть простой, как молоток, чтобы было понятно, за что хвататься, каким концом бить и куда. Вот это самое простейшее, когда вы переписываете утром свои цели, а вечером берете и три минуты себе честно, только письменно записываете, что вы сделали сегодня вот для тех целей, которые вы написали утром. Часто вы ничего не можете ответить, и тогда нечего вообще вспоминать про агрессивную среду, про нехорошее окружение, про то, что вам мешает. Вы мешаете сами себе, потому что вы, как правило, я это могу говорить про себя, чтобы кого-то не обидеть, что большую часть времени мы занимаемся ерундой, и у нас эта ерунда в голове начинается. Мы переживаем о том, что уже нельзя исправить, мы тревожимся о том, что неизвестно еще будет или нет. В общем, мне кажется, я говорю какие-то банальности, которые все... Поэтому я просто предлагаю практический шаг. Спасибо. Записать цели, вечером честно себе ответить, что вы сделали для этих целей. Если вы хотите сбросить вес, вот каждый вечер себя спрашивайте, что вы сделали для того, чтобы сбросить вес. Смотри, если мы обнаружим, то взимаемся ерундой. Сейчас я поправлю, у нас вылез второй Демьян Михайлович, где-то эхо. То что такое не ерунда? Ну, я боюсь таких громких слов, как осознанность и прочее, прочее. Я говорю проще, когда люди приходят к нашей проекту и говорят, что они готовы все положить на алтарь для того, чтобы добиться своего, какие-то адские недели готовы себе устраивать и прочее. Прочие какие-то драматические замахи, как я их называю. Я задаю три контрольных вопроса. Первое. Вы действительно хотите измениться? Потому что зачастую люди, декларирующие какие-то космические цели, в действительности не хотят меняться. Они либо придумали себе цель, либо у кого-то ее перехватили как модную цель. Но они сами меняться не хотят. Это в этом основа того, что у них ничего не получается. Они занимаются ерундой, потому что они внешне декларируют желание чего-то достичь, а внутренне не готовы и не хотят меняться. Бывает. Второй вопрос. Второй вопрос. Если люди говорят, что да, мы готовы меняться, просто задаешь, вы готовы взять ответственность за эти перемены на себя? Потому что многие люди, которые хотят меняться, надеются на каких-то модных коучей, тренеров, консультантов, на какие-то супертехнологии, умные книги, умные курсы модные. Но внутри они не готовы взять ответственность на себя, что сколько бы ты не заплатил денег, какие бы ты тренинги, семинары, какие-то погружения не прошел, если ты не внутри, не признаешься, что все зависит только от тебя, невозможно извлечь больше, чем ты туда вложил. То есть если человек ничего не вложил в собственные перемены, в собственное развитие, а развитие — это управляемые перемены. Так вот тот, кто управляет, тот и развивается. Если вы передаете за собственные деньги управление собственными переменами кому-то, то развивается тот, кто управляет этими переменами. Не вы. Вы просто оплачиваете развитие тренера, школы, семинары, я не знаю, кому вы платите деньги. Вот. То есть вот первый вопрос, готовы ли вы меняться, второй, готовы ли вы взять свою ответственность за себя. И тогда остается последний вопрос, что вы готовы сделать ваш ближайший шаг. Слушай, я можно возьму воду? Да-да-да, подожду, конечно. Что готовы сделать первым шагом? Вот какая история. Вы действительно хотите измениться, вы готовы взять ответственность за изменение на себя. И что готовы сделать первым шагом? Вот такие три вопроса. Их может задавать Армен, но задавать себе вы. Ну, поскольку сейчас Армен задается... Извиняюсь. Все прекрасно. Так вот, не ерунда, это когда ты в моменте настоящего, то есть здесь и сейчас, ты понимаешь, что с тобой происходит, ты одновременно понимаешь, чего ты хочешь, и ты понимаешь, что все, что ты делаешь сейчас, совпадает с тем, что ты хочешь, и ты при этом используешь все имеющиеся возможности вокруг тебя и способности, которые ты себе обрел. Я не знаю, можно ли это назвать осознанностью, тут сейчас много модных вещей, но в конечном счете все проекты, которые нацелены на достижение целей, они зачастую проваливаются только потому, что люди плохо понимают себя, то есть они начинают с того, чтобы достигать цели, не понимая, к какому состоянию вы хотите прийти, потому что итог любого достижения это изменение состояния. Вот то ресурсное состояние, про которое многие говорят в разных техниках, по сути, это всего лишь состояние, где ты обладаешь ресурсами, когда ты их понимаешь и можешь их использовать. Поэтому мы всегда говорим, что мы не способствуем достижению цели, мы тренируем навык внимательной жизни. А навык внимательной жизни заключается в том, чтобы в любой момент, когда ты посчитаешь это, ну, совсем просто, чтобы говорить, чтобы ты в любой момент понимал, что ты можешь делать сейчас, чтобы стало лучше. Потому что если ты не понимаешь, что с тобой происходит сейчас, то ты не понимаешь, что сделать, чтобы стало лучше. Ты можешь себе придумать цель — стать айронменом или выучить четыре языка. Но если ты не понимаешь, любая цель должна прорастать из настоящего, чтобы ты понимал, что ты хочешь развивать. То есть если нет понимания, что ты хочешь себе изменить, ты будешь стремиться к какой-то цели, которая не будет связана с тобой, с настоящим, потому что любая цель — это про настоящее. И вот не ерунда, это когда люди занимаются настоящим. Настоящим не в плане качества, настоящее или ложно, а настоящим в плане то, что происходит здесь и сейчас. То есть это, наверное, замудрённо. Если говорить про простое, а переводить на действие, как я сказал. Это про осознанность. И это, я боюсь, немодное слово. То, что оно нравится большому количеству людей, и люди действительно стали осознаннее, это правда. Это точно не про моду, это только нас с тобой радовать может. Поэтому про настоящее и про быть в настоящем, и этим проверять всё время свои цели, ты очень верно подчёркиваешь. Количество осознанных людей, слушающих, кстати говоря, эти передачи в том числе, сейчас очень велико. И я, честно говоря, от этого счастлив. Я, может быть, больше пессимист в этом плане, потому что через нас прошло много людей. И я не скажу, что я сильно страдаю от этого, но я уже даже не грущу, когда говоришь, что, слушайте, я могу вам рассказывать сейчас красиво и складно истории про то, как можно всего достичь. Я даже могу, наверное, вас вдохновить и мотивировать. Но я предлагаю достаточно простые и измеримые вещи. Нужны критерии того, что вы развиваетесь. Какие? Они могут быть качественные и количественные. Количественные — это вот вы поставили задачу, сколько задач вы сегодня выполнили для того, чтобы приблизиться к желаемому состоянию. Но если параллельно нет и качественного измерения, а качественное — это когда человека спрашиваешь, вот вы сколько раз сегодня радовались? И у нас есть такое упражнение, просто пытаться вспомнить, сколько моментов радости вы пережили за сегодня. Ты просто сядь себе после передачи, сядь себе, подумай, вот сколько. Я уже привык, я просто это фиксирую в течение дня. Не для того, чтобы это хранить или с кем-то соревноваться. Просто на что ты направляешь внимание, то ты начинаешь больше замечать. То есть если ты себе внушил, что тебе не повезло родиться не в лучшей стране, что у тебя не лучшее окружение, что у тебя нет там того-того, тебе не повезло, ты ничего не приватизировал, у тебя там папа не такой, какой ты хотел бы, то ты будешь замечать доказательства того, о чём ты думаешь. Когда ты настраиваешься на то, чтобы замечать моменты радости, у тебя тренируется некая мышца, ну просто радоваться. У нас люди не умеют радоваться, в большинстве своём, во всяком случае, с кем вот я сталкиваюсь, и когда просишь, ну назови, что тебя сегодня порадовало. И человек, либо ты с ним начинаешь разговаривать, и говоришь, ну вот что мешает тебе становиться лучше. Обычно говорят, не хватает денег, не хватает времени. Никто не говорит, что не хватает внимания. Это ключевой ресурс. Потому что если у тебя нет внимания, начинаешь спрашивать, сколько, ну, если у тебя нет времени. Я считаю, что если человек не может найти один час в сутки на собственное развитие, ну это рабство. Даже рабам выделяли там полчаса, их оставляли в покое и давали посидеть тени, там подумать. Кто-то там упражнялся, кто-то там, я не знаю, что они там делали, не жил. Но когда мне говорят взрослые, даже обеспеченные люди, что у них совсем нет времени читать, подумать даже, я задаю следующий вопрос. Кто вам ставит эти цели? Или чем вы заняты? Какими задачами вы заняты? Что у вас нет времени на себя? Я это называю золотой час. У каждого человека должен быть в сутках один золотой час, который он посвящает собственному развитию. Что он будет делать в этот час? Я не знаю. Но за час можно успеть очень много. И вот я сейчас, насколько у меня там спорил-спорил и не сумел доказать, я делаю просто публичный эксперимент. В течение августа я буду каждый день отчитываться, что можно делать три простых шага, которые приводят к сумасшедшим переменам, если человек честно их совершает. Вот если каждый день, даже не каждый день, я дал поблажку, в течение августа 21 очко набрать, то есть 21 день, каждое утро переписывать свои цели. И люди удивляются. Я это, поскольку не первый раз делал, я уже представляю результат, просто это нужно ткнуть носом, что если хотя бы 21 день в течение месяца просто 5 минут посвящать тому, чтобы думать о своих целях, и не просто думать, ковыряясь в носу, либо стоя в пробке, а фиксировать вот свои цели, происходит невероятное, потому что у людей приходит понимание, что эта цель вообще не его, это навязано, а это вот об этом он 5 лет думал, оказывается, стоило-стоит пару шагов сделать навстречу, оказывается, это вообще ложная цель. Это первое действие. Второе действие. Каждый день выбирать, если вы знаете, чего вы хотите, попробуйте каждый день делать хотя бы одну, выполнять одну задачу, которая вас будет приближать вот к этому, что вы хотите делать, я не знаю. У нас масса примеров, когда люди 3 года пишут диссертацию, потом садились и каждый день 30 минут посвящали только концентрированной работе на день. И за два месяца они делали то, что им казалось каким-то невероятным. Мы же просто ни черта не делаем. Если вот как в хоккее, у нас основная масса, я делю людей на хоккеистов и на футболистов, у нас люди, футболисты, это которые начинают чем-то заниматься, начинают падать, кувыркаться, тянуть время, изображать травму, работать на публику. В хоккее все честнее, там чистое время. Вот если засечь время, сколько времени чистого вы работаете в течение дня, то окажется, что люди работают максимум час. Я не видел людей, которые работают больше двух часов. Потому что трехчасовое совещание можно уезжать 15 минут, а можно сидеть 3 часа, что-то там обсуждать. Поэтому вот это второй момент, то есть главная задача дня, то есть утром переписать цели. Второй важный шаг — это каждый день делать хотя бы один шаг к цели. И такой есть принцип, что быстро, это медленно, без перерыва. То есть полчаса в день, но ежедневно принесет больше, чем вот эти подвиги, когда люди все откладывают на выходные, на отпуски, и потом, естественно, ни черта не делают. И третий шаг, который вот если делать каждый день, то есть каждый день рассказывать про свою цель одному человеку — делиться, написать в личном общении, по телефону, потому что я убежден, что новые возможности кроются в общении с людьми. То есть новый человек в вашем окружении — это новая возможность. Вот попробуйте 21 человеку в течение месяца рассказать о своей цели. Расскажи, пожалуйста. У меня цели сейчас, у меня несколько целей. Я сейчас дописываю книжку, у меня есть договор с издательством, у меня вторая цель — запустить мини-курс. У меня есть цель сейчас возобновить тренировки, и я опять... У меня такие перепады, мне всё надоедает участвовать в марафонах, потом я соскучиваюсь и опять регистрируюсь. Вот это у меня цель. И у меня сейчас большая цель переделать, если не полностью, то кардинально переделать вообще среду развития, которую мы создаём, потому что я понял, что нужно больше доверять людям и... В общем, я сейчас, чтобы не углубляться, мы хотим... Я хочу переделать полностью среду развития, которую мы создаём через «Жить интересно» стодневку и наши рассылки, сделать это так, чтобы люди активнее участвовали в её создании. Вот такое вот... Я сумбурно пока отвечу, потому что это очень сложная цель до конца года. Вот у меня такие цели. И самая большая цель, это я себе поставил, вот цель стодневки, которая у меня начинается с августа. Я научился жить интересно, я научился достигать там цели, сейчас я учусь жить легко. Вот у меня сейчас самая большая ценность — это лёгкость, потому что меня задолбала уже эта ответственность, продуктивность, эффективность. Это всё интересно, всё здорово, но если отсутствует лёгкость, то тебя начинает тошнить уже от твоих целей, тошнить от твоих достижений. Ты понимаешь, что тебе нужна лёгкость. Я, к сожалению, только сейчас вот это так остро ощутил. И плюс я сейчас ещё пишу книжку для своего внука. Вот у меня внуку два года. Я понимаю, я сейчас начинаю задумываться, что останется после меня. То есть у меня есть цели и до 90 лет, конечно, прожить, но я понимаю, что это всё очень быстро протекает. И есть желание, я сейчас начал это делать, я сейчас задумываюсь, что останется после меня моим внуком. И мы уже такую одну попытку совершили. Я запускал вот такой флешмоб, я не знаю, видел, не видел. Мы с Юрой Белонощенко писали воспоминания. Мы устраиваем периодически раз в полгода с ним дуэли. Мы договоряемся, вот кто не сдуется, через день писать историю про своих отцов. И я писал потом историю, всё, что я мог вспомнить про своего дедушку. И это очень круто. Почему? Потому что многие вещи, они так вот лежат, лежат и за неиспользованием, они как бы стираются в памяти. И потом мы предложили всем участвовать, и я насобирал порядка 84. Люди писали посты, помечали тегом, что они вспоминают о своих дедушках и бабушках. И это очень круто. Почему? Потому что это как бы твой спрессованный опыт. Я очень ушёл в сторону, и ты меня спрашивал про цели. Вот у меня такие цели. Мне хочется запустить ещё движуху такую, где бы люди говорили о воспитании, но говорили не вот этим привычным наш таким менторским тоном, что вот есть доктор педагогических наук сейчас вам рассказывает, расскажет, как налаживать отношения с детьми или с внуками. А где бы это живые люди делились бы с собственной историей. Да, и плюс мы ещё запускаем мастерскую истории, где предлагаем платформу «Жить интересно», на которой можно публиковать. Мы помогаем людям упаковать в виде статьи собственный опыт и собственное воспитание. Я считаю, что это очень круто. Почему? Потому что у нас есть примеры, когда люди, вспоминая что-то о себе, о своих предках, потом говорили, слушай, я написал, я понял, что как всё это круто. Я могу это лично сказать, потому что у меня дедушка родился на территории Турции, в Карсе, в 14-м году. И в 15-м году его папа на руках вытащил, ему годика не было, они бежали там с рядом событий, известных исторически. И после этого, это не просто какой-то блинный герой, про который я в книжке читал, а это дедушка, которого я, когда ушёл, мне было 20 лет, я уже достаточно много с ним общался. И теперь каждый раз, когда я думаю, что я там что-то потерял на фьючерсах или у меня какие-то проблемы в других проектах, я просто вспоминаю, что через одно поколение человек пострадал от геноцида и чудом остался жив, и для меня смешными становятся все мои проблемы, потому что это всё фигня. Я понимаю, что мне стыдно жаловаться, потому что мой дедушка пережил гораздо круче вещи, он потом остался рано сиротой и стал ссылом полка. И эту историю я сейчас перекладываю для своего внука, чтобы он об этом не забыл. Это очень важно. И такие же истории у меня есть у бабушки, которую я тоже своими глазами видел, которая сама была детдомовская, которая во время войны, дед у меня был на фронте, она работала в госпитале, и она не знала, как закончится война. Это, кстати, про агрессивную среду. Она не знала, как закончится война. Она не знала, вернётся или не вернётся дед с фронта. Она одна воспитывала троих детей, уже своих, и она привозили там в эвакуацию детей, и она ещё одного мальчика себе взяла, потому что как-то прикрепила душой, и она воспитывала четверых детей. И потом совершила не меньший подвиг, потому что в 1947 году она всё-таки разыскала родственников и отдала его. То есть она, по сути, оторвала. И эту историю, когда мне начинает сын жаловаться на какую-нибудь там маленькую зарплату в ресторане, где он работает, я ему говорю, слушай, ну мне даже не хочется про тебя слушать вот это, потому что бабушку Катю вспомни просто, что она переживала. Ты можешь сравнить вот те трудности, которые она пережила, с теми трудностями, которые ты сейчас... Просто бери руки, отрывай задницу и иди решай свои проблемы. И вот эти примеры навели на мысль, что мы создали такой курс, он состоит из порядка десяти писем с заданиями, и плюс мы ещё особо такие истории, которые не стыдно вывести на публику, мы их помогаем доводить до статей. И у нас сейчас есть пример, где женщина отошла от бизнеса и в 63 года поняла, что она хочет себя посвятить воспитанию внука, но поскольку она поняла, что либо она будет манипулировать ребёнком и заставлять себя любить, либо она может стать интересным ему, она начала с ним бегать, она начала тренироваться, она поставила задачу, что сейчас ему 9 лет, когда ему будет 18 и 73, они вместе станут айронменами. И она уже пробежала три марафона, в два раза переплыла Босфор, и я смотрю на эту женщину и обалдею, потому что она пример того, как она начала по-новому жить. И она не просто воспитывает внука по-особенному, она ему интересна, она интересна его сверстникам, и она начала жить интересной жизнью для себя. Вот такая у меня цель. Мы создаём платформы. Я надеюсь, что у нас это всё получится, потому что это такая цепная реакция, люди одно читают, второе читают, и они понимают, что это не какие-то серебряки, из которых, или там какие-то уникальные люди из книжек. Это вот обычные люди. Это обычные люди, которые вот всё смогли. И у нас есть замечательная девочка из Киева, которая сейчас выучила 8 языков, нашла работу в крупной компании, и достигает своего уже 100 дней участия. Мы тоже её сделали материал, как учить языки в агрессивной среде. Давай задавайте вопросы, а то я чуть долго уже говорю. Поэтому она вот получается. Ну, да, ты же гость. Смотри, какая интересная история получается. Да, с агрессивной средой, по-моему, мы разобрались уже на раз-два, и тут много было тобой сказано об этом. Если кто-то не понял, переслушайте первую часть, что, по-моему, очевидно. Бери, сиделай. А вот теперь у меня вот о чём размышление. Есть ли гигантское количество информации? Тоже проблема, которую ты однажды поднимал в эфире. Гигантское количество информации, то есть даже когда человек пишет цели, он, я не думаю, что он легко отличит там свою истинную настоящую цель от цели, навязанной со стороны, причём навязанной не насильно, а просто он где-то её там подхватил как чужую, как модную и так далее, и так далее. Вот с айронменами это происходит, с триатлонами. Я вижу много спортсменов-любителей в нашем комьюнити, сам участвую в развитии любительского спорта, но я вижу, что многие не потому идут в спорт, что это их потребность. Более того, они не очень выбирают вид спорта. Сейчас вот модно триатлон, например. Многие там оказываются, как ты сам, наверное, знаешь, много и неприятных историй, потому что человек не очень правильно своей силой рассчитывает. В общем, о чём речь? Прямой вопрос. Как ты работаешь с информацией? Всё-таки, наверное, есть способ хороший, добротный, такой проверенный уже временем. Вот много книг ты читаешь, много проводишь времени в диалоге с людьми, много знаешь историй, которые случились вокруг. Как из этого вытянуть такую эссенцию, которую ты назвал бы полезной для себя, которая потом трансформируется просто уже в твой опыт? Я сразу хочу отметить, что когда я действительно много читаю, это дурная привычка, я не в этом без кокетства, можно меньше и гораздо читать, но я разделяю чтение художественной литературы, и здесь я нормальный человек, я читаю немного, но не более 15-20 книг в год художественных. Что касается научпопа, или нонфикшн, или как угодно, я вообще это даже не называю чтением, я называю излечением нужной информации. Я так практикую то, что я называю осознанным чтением, потому что я считаю, что одну и ту же книгу можно читать сколько угодно раз, и каждый раз ты будешь извлекать именно то, что тебе нужно в данном контексте именно сейчас. Поэтому я настоятельно рекомендую, если это, опять же, подчеркиваю, не художественная книжка, все эти книги про успешный успех и как найти себя через себя в себе и прочее, прочее, их можно читать тоннами, и это такое, как киты, пропускают тонны воды, чтобы там вот этот криль выпроцедить. Поэтому прежде чем вы начинаете читать книгу, у нас же все книги сейчас, как стать миллионером за два дня, как преодолеть то-то, то-то, то-то. Я всем рекомендую вот эти три ключевых вопроса в правильной последовательности тебе задавать. Все ищут информацию как. Я предлагаю первый вопрос всегда задавать зачем, потом вопрос как, и третий вопрос что вы хотите получить на выходе. Любую книжку когда берете задайте себе вопрос на какой вопрос вы вернее зафиксируйте письменно на какой вопрос вы хотели бы найти ответ там, с какой проблемой вы хотели бы себе разобраться, прочитав эту книжку, какой информации вам сейчас не хватает для того, чтобы начать действовать. и если вы напишите на карточке не нужно никаких там курсов скорочтения, фоточтения и прочее, вы гораздо больше приобретете, если начнете тратить 15 минут перед тем, как возьметесь за книжку, поковырявшись в своей голове. То есть вы пишете, например, вот сейчас основная проблема как найти свободное время, как найти деньги. Вот это если разобраться или как там лучше выглядеть, успешно, чтобы опять же найти лучшее общение, найти лучшее заработок. Если все вот выжить, отбросить и систематизировать все запросы и издатели активно пользуются вот этим, и они издают как похудеть за три дня не напрягаясь. Или как заработать миллион ни черта не делая за 90 дней. Чем больше цифр у людей появляется ощущение правдивости. В действительности человек садится и пишет мне не хватает понимания ресурсов, которые уже есть. Значит, я буду читать книгу для того, чтобы найти информацию для меня. Я не понимаю, чего я хочу. У нас многие приходят с запросом, что я вообще не знаю, чего я хочу, и меня это беспокоит. Потому что многих людей это вообще не волнует. Их трогать не надо, у них все хорошо. Поэтому первое сформулируйте, чего вам не хватает, чего вы ищете. И только после этого, когда вы приступаете к чтению, избавляйтесь от таких дурных привычек, как там, ну начал книгу, надо дочитать. И вот сидит, мусорит, потом каждый раз, когда читаете, там, я не знаю, 20 минут прочитаете или там 30 минут и почитали, постарайтесь себе ответить, что полезного вы извлекли из этой книжки. Это первое. Второе, я считаю, что я верю, что нужная информация, она притягивается, вот чем острее будет ваш вопрос, запрос, это знаете, как громотвод, тем сильнее он будет притягивать нужную вам информацию. Чем лучше вы будете формулировать вопросы, тем легче к вам будут приходить ответы. Я считаю, что вопросы гораздо важнее ответов, которые вы ищете в книжках. Книги пишут люди, живущие в другой среде, другими проблемами. Они описывают то, как они делали. Нормальная книжка описывает то, как они что-то делали. И вот по этой последовательности зачем человек начал это делать, как он это делал, что получил в конце. У нас наоборот, чтобы продать, нужно последовательность поменять, нарисовать, что он получил, рассказать, как он это получил, забыв о том, зачем это нужно мне читать, зачем мне вообще это нужно знать. Вот это самое главное и информационная гигиена, потому что мы забиваем себе голову всяким хламом. И информация, которую вы часто не используете, это знаете, как еда вы кушаете, и не напрягаетесь. И у нас в голове образуется информационный жир. То есть у нас такой вот лишний вес у большинства людей, у нас лишняя информация в голове, она мешает двигаться, она мешает принимать решения, и создаётся ложное ощущение, что мы слишком умные, и люди пытаются вспомнить правильное решение. А правильное решение это всегда баланс настоящего, баланс того, что вы ощущаете, что вам необходимо, и что в данный момент вокруг вас происходит. Я, когда я книжку выбираю, ну, у меня там чёткие цели понятны, они, в общем, неизменяемые уже, которые десяток лет, я, в принципе, набираю информацию тому вопросу большому, который поставил себе как вызов. Но я могу поделиться, что я изучаю тщательно биографию автора, и перед тем, как взять его книгу, потому что книга всё-таки самостоятельный продукт, часто про автора мне расскажут, только когда я её прочту. А мне важно понимать заранее, кто передо мной как создатель, кто передо мной как создатель. Я смотрю, какие продукты стоят за этим человеком, как он действует, в какой среде он обитал, прежде чем он к этой книге пришёл, и так далее, и так далее. И после этого у меня складывается определённый лимит доверия, или вообще огромное желание с этим человеком поговорить. Где книга? Книгу я использую как диалог с этим конкретным человеком. А если он ещё и жив, я с радостью его приглашу в эфир нашего радио. К тебе вопрос. Как писатель, потому что я бы многих людей ориентировал на то, чтобы уже прекращать читать, начинаете создавать свою информацию. Я имею в виду, начинаете создавать. Вот. То есть это профессиональное чтение хорошо, но оно, мне кажется, иногда опасно, оно вводит человека от созидания. Человек потребляет, и всё. Ты как писатель, начинающий. Скажу за тебя. А то ты сейчас скажешь, что ты не писатель. Но ты всё равно, ты человек, пишущий активно, и в том числе сейчас, раз уж ты работаешь с книгой. Что там происходит? Ведь это очень трудная история, как будто бы все книги написаны, наверняка сталкиваешься с вопросом, чёрт, а не пишу ли я очередной раз одно и то же, что же люди писали, и так далее, так далее. То есть какими трудностями досталкиваешься, и что всё-таки побуждаете эту книгу писать дальше? Я сразу скажу, что это не первая моя попытка. Там уже были пару удачных попыток. Это первая, вернее, будет книжка, которую я буду издавать в издательстве, и она буквально будет напечатана. Но я сразу скажу, что от тщеславия я избавился, не скрывая, что каждый раз, когда заходишь в книжный магазин и думаешь, вот сейчас тут где-то на полочке могло бы быть такое, что-то там внутри бурлит, ты думаешь, что это кровь играет, на самом деле это какое-то дерьмецо там такое тщеславное. Я от этого как бы избавился, мне уже ничего не надо. Естественно, там на этом ни черта не заработаешь, только потратишь. Поэтому я задавался очень многим, я буквально там, может быть, два-три месяца начинал день, в том числе, с таких размышлений, с ответа на вопрос, зачем мне нужна книжка. Я могу сейчас чётко ответить, вот зачем она мне нужна. То есть я описываю свой личный опыт тренировки, навыков внимательной жизни. То есть я описываю, как наполнить вниманием жизнь. И я понял, что если ты хочешь написать книжку, использовать для себя, не нужно ничего придумывать, просто рассказывай. И рассказывай это так, вот я для себя представляю аудиторию своей книжки очень чётко. Это мой сын и моя дочь. И я представляю, что я хочу людям, за которых я больше всего переживаю, потому что если сейчас я буду говорить, что я переживаю за население всего мира и хочу там что-то вечное и важное донести, я буду нечестен. Потому что я представляю своего сына, которому 28 лет, дочь, которой 22. Я думаю, что вот что такое важное, я хочу для них сформулировать, чтобы даже когда меня не будет, они могли эту книжку показать своим детям и сказать, вот там у нас такой был странный чувак, наш папа, вот он такое вам написал, почитайте, может быть, вам будет что-то интересное. И это первая мотивация моя была, потому что я, когда дети вырастают и разъезжаются, начинаешь только тогда понимать, что ты вообще, ну, фиговый родитель, потому что ты очень многие вещи не додал, не объяснил, не... Вот сейчас со внуком гораздо интереснее, потому что внук, и это вот как твой ребёнок, уже последний, где у тебя больше мало донести до него. Это первая мотивация была. Вторая мотивация, когда ты пишешь, и почему я так люблю письменные практики, потому что ты, ну, я не знаю, из своего предпринимательского опыта я могу сказать, что можно... Я часто на переговоры либо на совещаниях там со своими подчинёнными, да, говорю, слушайте, давайте я включу диктофон, вы не против будете. И все дико сопротивлялись. Я говорю, слушайте, а вы что боитесь? А боялись только того, что когда ты понимаешь, что каждое твое слово будет записано, ты перестаёшь там брякать что-то для красного словца, ты начинаешь анализировать, что ты несёшь, потому что ты же будешь за эти слова отвечать, и могут это предъявить. И вот эти 90-е годы, которые сейчас как-то так называют там лихими, я им очень благодарен, потому что они меня научили отвечать за свои слова. И когда ты это всё записываешь, у тебя уже есть понимание, что ты честен с собой, и я в этой книжке описываю, но у меня как бы не выдающаяся биография, которой я хочу похвастаться. Я хочу посмотреть, и ты в процессе написания, у меня там на 80% где-то книжки написано, ты смотришь на себя со стороны, и ты лучше себя понимаешь, и ты задаёшь некую такую операционную систему. Вот представляешь, если бы компьютер, надо было каждый раз, когда ты его запускаешь, нужно было заново всё устанавливать, налаживать, то ты нажал кнопочку, она уже готова к работе. И некоторые базовые вещи я всем рекомендую прописать, но не обязательно, может быть, в книжке. Кто-то пишет там собственные конституции, хартии, просто статьи, это манифесты, это важно, потому что я вижу, как люди, и я зачастую себя тоже ловлю на том, что пока всё хорошо, об этом не забываешь, но когда наступают какие-то моменты, где тебя вышибают из колеи, нападает тревога, нападает сомнение, ещё чего-то, очень важно, чтобы было на что опереться, очень важно, чтобы были прописаны какие-то базовые вещи, в которые ты веришь, которые прописаны с твоим опытом и твоей уверенностью. Вот книжка позволяет мне в любой момент, когда мне начинается что-то вышибать из привычной колеи, возвращаться в это ресурсное состояние, потому что я быстренько вспоминаю, что мне нужно для того, чтобы наполнить внимание в собственную жизнь, чтобы мне наполнить внимание в собственные мысли, в собственные действия, чтобы обращать внимание на то, чем ты делишься в общении, потому что я зачастую сбиваюсь, и даже вот сейчас общаясь с тобой, мне начинает куда-то там уносить сторону, а я постоянно вспоминаю, что нас сейчас слушают люди, я должен что-то, я хотел бы что-то такое сказать, чтобы они могли бы попробовать. Ты и сказал. И мне очень важно, да, очень важно, чтобы люди, каждый, кто сейчас слушает, попробовали написать, да просто начали вести дневники, и это лучший способ общения с собой, поверьте, что вы самые, ну я не касаюсь крайних случаев каких-то, да, я сейчас не хочу залезть в какую-то там в терапию, есть какие-то, ну есть, во-первых, техника безопасности, но это такие крайности, но, как правило, мы сами себе лучшие тренеры, мы сами себе лучшие друзья, потому что лучше нас никто нас не знает, поэтому вот, когда пишешь книгу, ты становишься, ну честнее с самим собой, я вот так вот сказал, если ты, конечно, не пишешь там фантастику какую-нибудь, комедию, хотя у меня получилась бы комедия классная по собственной жизни. Я процитирую сейчас Бена Хоровица, просто к тому, что ты говорил чуть-чуть, он про лидера тут написал, а у меня вопрос будет к тебе, он про лидера написал, очень кратко, сейчас цитирую, у лидера есть первая способность внятно сформулировать видение будущего, второе, у лидера правильно ориентированные амбиции, и третье, у лидера есть способность реализовать видение будущего на практике. Еще раз, способен сформулировать видение будущего, а его амбиции правильно ориентированы, и вот свое видение он способен реализовать на практике. Тогда это лидер, и тогда за ним идут, и тогда мы можем поверить в то, что этот человек знает некий путь, который, по моему глубокому убеждению, приводит к появлению гениальных продуктов. Ты лидер? Я нет. Если это вопрос, то я бы ответил нет. Нет, но за тобой идут люди, ну, по крайней мере, смотри, они там, может, не за тобой идут, но вокруг тебя огромное сообщество. Ты как магнит притягиваешь, это очевидно, это даже не нужно отрицать. То, что ты делаешь, действительно интересует большое количество сильных людей. Давай сейчас о них будет речь. Сильные и очень интересные люди, рядом с которыми тебе самому интересно. Ну, центром и самым таким драйвером получаешься ты. Кроме того, ты взял на себя еще задачу и заботу строить организационную структуру. Вот портал «Жить интересно», который ты сейчас будешь снова переформировать. Не только портал, я так понял, там все несколько. То есть новые организационные структуры. Ведь именно тебе захотелось это сделать. Ты снова что-то такое почувствовал, что нужно изменить, чтобы это было еще удобнее. В общем, ты находишься в неком центре, в неком ядре, в некой рабочей группе, которая принимает решение, куда мы идем завтра. И ты все равно говоришь, что ты не лидер? Ну, я бы сейчас коротко пояснил бы. Я, опять же, не кокетничаю, чтобы ты убеждал, что нет, действительно, если я лидер, может быть, я просто по-другому немножко понимаю лидерство. То есть то, что ты перечистил, я с этим абсолютно согласен, но я бы разделял здесь два момента. Поскольку я активно занимался предпринимательством, и у меня было там несколько компаний, и там доходило до 150 человек наемного персонала. Но мне это не очень нравилось, потому что я по душе, я вообще предпринимателями называю людей, которые берут ответственность за собственную жизнь на себя. А в дальнейшем, может быть, еще за большее количество людей. В этом плане, да, я предприниматель, потому что я с 90-го года нигде наемным работником не работал. Но мне деньги очень нравятся, я люблю их зарабатывать, но я их зарабатываю только как средство для реализации каких-то других проектов, как средство жить именно той жизнью, которой я хочу жить. У меня никогда не было желания какое-то производство развивать и прочее, хотя я этим занимался. Но я всегда четко понимал, что я это делаю только для того, чтобы заработать деньги, а потом заниматься уже тем, как бы я покупал себе свободу. Поэтому я не лидер в том плане, что есть лидеры, у которых вот есть... У меня есть, вот все, что ты перечислил, есть видение будущего, есть амбиции. То есть у меня есть амбиции за 8 лет, до 60-летия пропустить миллион человек через нашу платформу. Пока только 2000 прошло. То есть это очень большой должен такой прорыв. У меня есть, наверное, ну как бы опыт реализации на практике этого. Но есть два момента, почему я говорю, что не лидер. И когда люди понимают, что для реализации их амбиции, для реализации их видения будущего, им необходима масса людей, без которых они не смогут реализовать это видение, тогда да, я считаю, что это правильно лидеры, которые могут организовать, мотивировать и за собой повести. Мне такое большое количество людей не нужно. Я активно сокращаю сейчас, и у меня осталось там 30 человек, и я надеюсь, что у меня вообще не будет наемного труда. Я больше не хочу брать на себя ответственность на людей. Мне устал от этого же как бы, да. Но я верю в то, что я могу быть лидером как примером. То есть лидер, который показывает возможности и готов брать ответственность не просто за свою жизнь и исправлять собственные ошибки. Он готов создавать вокруг себя некое поле. То есть вот я ведь не нанимаю авторов. Они к нам сами приходят. Для того, чтобы сейчас, при сегодняшних технологиях, вообще много людей не надо. Я вот сторонник того, чтобы два ответственных человека собрались, между ними искрит, и создаются возможности. Собрал проектную группу. У меня такой подход сейчас партизанско-диверсионный. Собрались, сделали то, что запланировали, и разбежались в разные стороны, чтобы я вас не видел больше ничего. Потому что тащить за собой, это тоже от этого нужно избавляться. Я этого избавлялся лет пять. Потому что мне казалось, что если у тебя под рукой всегда не будет нужного человека, которого можно в любой момент по щелчку позвать, и он сделает то, что ты хочешь, или то, что тебе нужно. Я теперь понял, что если ты вот как раз можешь нарисовать увлекательную картинку будущего, то люди сами будут приходить и захотят рядом с тобой работать, и деньги будут, то есть ты будешь делиться деньгами, которые вы вместе заработаете, а не те, что ты заработал и оплатил его услуги. Вот я бы так сказал. Я верю, что сегодня пришло время немножко других лидеров. Я сейчас не касаюсь больших производств, каких-то корпораций. Мне это абсолютно неинтересно, и я сюда не лезу. Так же, как политику, либо какие-то общественные течения. Там, наверное, нужны другие лидеры. Но то, что касается области моих интересов, области развития, и я верю, что в будущем у каждого отдельного человека все будет больше и больше возможностей, и в то же время все больше и больше желания объединяться с другими, с единомышленниками. И вот для этого уже не нужно будет лидеры вот того старого типа, где ты с флагом шагаешь впереди, и за тобой идет твое племя, твои там паства, еще кто-то. Вот в этом, мне это не очень близко, потому что ты берешь таким образом на себя ответственность за других людей. Я устал от такой ответственности, потому что у нас еще очень сильно вот это иждивенчество, и я больше не хочу. Вот это точно не мое. Согласен, потому что опыт общий здесь. Проектные группы обожаю. У меня часто в эфире звучит, конечно же, тема образования, поскольку все там, и к сожалению, все-таки к сожалению, многим приходится переучиваться. Многим сильным и осознанным людям, я все-таки эти два слова буду сегодня использовать, переучиваться приходится. Они приходят к тому, что не просто цели ранее, которым они следовали, были не настоящие, а и так называемые skills явно недостаточны для того, чтобы они могли к этим целям продвигаться. То есть они обнуляются неким образом в какой-то момент, понимают, что они ничего не умеют и совершают первые шаги иногда в 40-50 лет. И это не просто в 63 сегодня ты приводил пример. первые тренировки. Скажи, пожалуйста, понимая, что нас слушает сейчас разновозрастная аудитория, разные совершенно возрастные группы, что ты называешь hard skill'ами, что soft skill'ами? Я специально эти два слова привожу, то есть мне их часто называют. Hard skill'ы — это вот я профессионал в чем-то, а soft skill'ы — это вот все остальное. Литорика, спорт, это широкое образование, этим я займусь в свободное от работы время. Это напоминает мне фразу, когда мне говорят, я читаю нон-фикшную литературу, я с ней работаю, а чтобы от нее отдохнуть, я читаю художественную. Тоже так диковато для меня звучит. По-моему, художественную жестче напрягает. Короче говоря, мне кажется, что перевернуты hard и soft в образовании, что скажешь ты, или может быть это не противопоставление, объединение надо сделать. Какой совет по образованию? Я здесь тоже об этом много думаю и пока у меня нет четкого ответа, я понимаю, что там не просто к сожалению и не просто приходится, а мы сейчас все обречены на постоянное обучение, потому что все меняется. С другой стороны, я бы выделил вот ряд, когда мне начинают рассказывать, что про вот эти soft skills и прочее, я всегда говорю, слушайте, ну вот смотрите, вы пойдете к врачу, который просто популярный блогер, у него там 8 миллионов подписчиков и он вам будет делать операцию, я не пойду, я не сяду в самолет, где летчик, просто самоучка и популярный там опять же, у нас сейчас на каждом шагу популярные блогеры и это такая специальность, популярный блогер, но вот я разделяю специальности, в которых есть высокая ответственность, вот я говорю, врач, педагог, водитель автомобиля, там, где необходимо постоянное обновление вот этих вот hard, как ты называешь, skills, или как это, я не знаю, я вот понимаю, что необходимо, но я не представляю, как можно военным стать самоучкой, как можно врачом стать самоучкой, там, где высока цена ошибки, там необходима жесткая регламентация, контроль и все прочее, все, что касается взаимоотношений, все, что касается впечатлений, потому что сейчас вообще заявляют экономику впечатлений и борьбу за внимание, мне совершенно без разницы учился скрипач в консерватории или не учился, если мне нравится, как он играет, здесь мне совершенно все равно, я не знаю, правильно я понял твой вопрос, но я считаю, что человек постоянно должен, вопрос стоит о том, какими навыками нужно постоянно обучаться, либо в чем вопрос, скажи, может, я просто неправильный вопрос. Я доверчу. Давай. Я про характер, про характер тех самых педагогов, водителей, авиаконструкторов, космонавтов, то есть там, где цена ошибки, если ты не профессионал, крайне высока, они обязаны каждый день учиться, повышать свое мастерство и вообще это сильно дорога мастерства. Я об этом и толкую, да, но в образовании многие не закладывают, в саму систему образования, даже те люди, которых я сейчас назвал, не выбирают, как обязательные, воспитание собственного характера, а занимаются изучением инструментариев. В итоге врач, к которому ты приходишь, может быть безумно талантлив, но, например, непорядочный, и ты это чувствуешь. Или зол агрессивен, это человеческие качества, или несчастен, потому что он на самом деле не врачом хотел быть, а поскольку остался и 30 лет занимается, он прекрасный хирург. Но прекрасный ли он хирург в этом случае, у меня большой вопрос. Мне кажется, это неправильная дорожная карта образования. Я, может быть, еще глубже к опному, что это неправильная карта воспитания, может быть, в принципе. У нас есть, опять же, стереотип, что человек получает диплом и на этом все останавливается, дальше он просто использует то, что уже получил. Если исходить из того, во что верю я, что жизнь — это постоянное развитие. То есть ты либо развиваешься, либо откатываешься назад. Это такое, как эскалатор. Ты должен постоянно что-то развивать в себе. Во-первых, потому что ты стареешь. И во-вторых, вокруг тебя все меняется. То есть у нас же вокруг нас меняются обстоятельства жизни, в которой мы живем, меняются технологии. Если ты постоянно не обучаешься, и вот опять же одно из направлений, чем я сейчас, ну, не скажу, что увлекся, но одно из направлений моего интереса — это современные технологии, которые меняют жизнь людям, которым за 65. То есть моей маме 70-77 лет. Она в этом году освоила, наконец, iPad. То есть она активно была противником того, что ей не надо ни мобильный телефон, не нужна карточка, я лучше пойду на почту в очереди, отстаю за пенсией. Мне не нужен ваш этот компьютер, iPad, от него радиация и все прочее, прочее. И вот когда я показал, что можно, например, вот появился внук, ее правнук, я говорю, ты хочешь общаться. Я поставил ей сейчас FaceTime, она пользуется FaceTime. У нас есть закрытая группа в Телеграме, где она каждый день общается с внуком, с правнуком и прочее. Это вот очень важно, что если все меняется, меняется и жизнь, и по сути, моя мама в 77 лет вынуждена была переступить свои какие-то стереотипы. Она сейчас не боится скайпов, не боится там. Сейчас я даже карточку банковскую сделал. То есть она не готова была. И сейчас она говорит, да, действительно, это же здорово, не надо ходить в очереди стоять. И вот эти моменты подсказывают, что если в 77 лет можно меняться, можно меняться в 50 лет, можно меняться тем более в 30 лет. Поэтому здесь проблема не в образовании, на мой взгляд. Проблема в общей атмосфере, которая внушает, что что-то институт закончил, все уже, давай дальше отрабатывай свой диплом. Или ты в 50 лет наработал какой-то опыт, все дальше должен, ну куда ты свернешься этой дорожки. То есть если внушить человеку, что все меняется вокруг, а здесь убеждать не надо, тогда ты понимаешь, что это же сообщающие сосуды. Есть ты внутри, и есть ты снаружи. Прости, мы сейчас говорим просто все-таки сузить. Мы говорим про людей, которые уже все прекрасно поняли своим институтом и прочее, прочее. Они обнулились, сели, поняли, что все по целям, приняли для себя решение двигаться, и там в ближайшие 100 дней им все понятно. Они прописывали для себя дорожную карту освоения навыков, вот этих самых скиллс. Вот в этот список скиллс, если он, например, хочет быть проектным менеджером, я считаю, мое мнение, он должен записать пунктом первым занятие гимнастикой, чтобы привести в порядок собственное тело. Вторым пунктом, как следствие, будет исправление и изменение характера, потому что появятся дисциплины, и только третьим я должен учиться пойти на программу по проектному менеджменту, чтобы освоить эти специальные знания. Я бы так расставил. Поэтому вопрос был к тебе, да, что записывать вот эту дорожную карту образования, человек, который уже осознанно принял, вот я готов писать, вот он сел, чистый лист, чего писать? Ну, я обычно предлагаю людям написать, не даже вот после того, как они выписывают цели, я им говорю, опишите, вот как вы себе представляете ваше идеальное состояние, ну, ресурсное, успешное, как вы себя чувствуете, когда вы успешны. Обычно люди что пишут? У меня ничего не болит, я прекрасно себя чувствую, и второй момент, мне легко и интересно жить. То есть это значит, что мне не стыдно ни перед кем, я никому ничего не должен, я ничего не боюсь. Супер! Вот когда человек сам это всё пропишет, ему уже тогда спрашиваешь, а давайте тогда вот, вы уже представляете своё идеальное состояние, когда вы прекрасно себя чувствуете, выспавшиеся, у вас ничего не болит, и сегодняшнее состояние. Есть разница? Ну, очень мало просветлённых людей, которые скажут, так я уже сейчас, я прекрасно чувствую всё. И тогда начинаешь, что надо изменить? Понятно, что всё начинается со здоровья, потому что когда у тебя болит желудок, зуб, ухо, там, я не знаю, ты плохо видишь, ну, всё бессмысленно. Это первый момент, и тогда люди начинают ковыряться, и им говоришь, вот что вы, первые пять шагов, которые вы можете сделать, чтобы начать себя лучше чувствовать. И, как правило, там можно элементарно, даже не про диспансеризацию идёт разговор. Вот мы всем предлагаем просто сходить и сдать общий анализ крови. Всё. Ну, пальчик уколоть, и от этого уже очень много вещей становится понятно. Дальше начать просто делать гимн. Это ты всё правильно сказал, и тут даже время не буду тратить. Второй момент, когда им говорят, что если вы чувствуете, что вам легко и интересно, и вы ни за что не переживаете, вы сейчас себе так чувствуете? Нет. Что надо для того сделать, чтобы у вас был нормальный эмоциональный фон? Вот эта физическая составляющая эмоциональная, понятно. Поэтому ты можешь сколько угодно их убеждать, цитировать умные книжки. Они не будут воспринимать. Человек, который не готов это воспринимать, он не будет. Пока ты, вот я такую ловушку ему устраиваю всем, что говоришь, ну расскажите, как вот вы в идеале себя хотите чувствовать. И все рассказывают, что они хорошо выглядят, на них оглядываются, они могут нагнуться, завязать свои шнурки, и у них живот не мешает им. Это я не выдумываю, я цитирую то, что мне люди рассказывают. И когда говоришь, слушайте, супер, вы так красиво все рассказываете. Вот сейчас вы так себя чувствуете? Ну нет. Ну хорошо, тогда вы хотите чувствовать? Хочу. Но сейчас вы не чувствуете. Что вы можете сделать? И уже тогда не ты им рассказываешь, как хотелось бы тебе, что они должны сделать, прежде чем они станут проектными менеджерами. А это знаешь, я когда общаюсь с людьми из образования, говорю, что слушайте, вы предлагаете вот такую перекладину, мостик, и представляете, что по этому мостику человек пройдет какое-то свое светлое будущее. Но он по нему не пойдет, потому что ваш мостик подвисает в воздухе. Вот этот мостик нужно положить на опоры, которые сам человек забьет себе в голову. Первое, каким он хочет себя чувствовать, быть. И второе, какой он есть сейчас. Потому что, когда люди начинают, да посмотрите на себя, как вы выглядите в своем молодом возрасте, у человека сразу внутри все против, ну, сколыхается, и он начинает спорить, он начинает говорить, что да, мне и так комфортно. А когда начинаешь с того, чтобы он нарисовал идеальную картинку, это одна опора, потом спрашиваешь, ну, вы далеко от этой идеальной картинки, что сейчас-то? И вот тогда, вот когда есть эти две опоры, на нее ложится любая образовательная программа, потому что человек тогда начинает понимать, что это не просто какой-то диплом, там, свидетельство, а что эта штука соединяет его сегодняшнего с тем, каким он себя видит в идеальном будущем. Почему проваливаются многие цели и сливаются многие там начинания? Потому что они подвисают, то есть человек и не понимает, каким он хочет стать, и не понимает, на что ему опираться в настоящем. в общем, давай я завершу, чтобы тебе это не размазалось. Я считаю, что пусть каждый расскажет, как он себя физически, эмоционально ощущает в идеале, а потом сравнить себя с настоящим. Договор. Это пожелание от Армена Петросяновна. Спасибо огромное, что ты сегодня был со мной. Нет, я к тому, что я хотел на это вопрос завершить разговор. Я вижу время эфира. Мы можем, да, по-прежнему напоминаю, что двери открыты в передачу о любви и книгах, где мы будем говорить о том больше уже, да, что мы читаем сейчас, как мы читаем, и что мы пишем, если мы писатели, и о любви. Там я говорю о том, что мы любим, и о том, в общем, это другая передача. Да, но я хотел бы единственное в завершении сказать, что я готов ответить на любые вопросы, и у нас это все там в группах есть, можно дать ссылку, пусть люди заходят, если возникли вопросы, потому что я говорил, я готов ответить на свои слова. Мы рядом с нашей записью напишем, во-первых, кто ты, всегда написано, а во-вторых, даны все интересные ссылки, потому что людям много-много чего захочется почитать, и поскольку я и ты, в общем, активно находимся в Фейсбуке, пожалуйста, те, кто хочет продолжать диалоги с нами, это, напомню, радио создано от предприимчивых людей для предприимчивых, для предпринимателей, для предпринимателей, к которым вернусь, к той фразе, с которой я начал, мы относим не обязательно людей бизнеса, а относим людей, которые созидают. Армен, еще раз тебя благодарю. Тебе спасибо, мне всегда интересно общаться с умными людьми. Надеюсь, тебе было… Это очень полезно. Полезно. Спасибо. ОЮРАДИО ПИПЛ БИЗНЕС ЭДЮКАИЩИН Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok